Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря блок данных из еврозоны в 7.50 по GMT будем анализировать данные по индексам производственной активности ключевых регионов ЕС и еврозоны в целом. Далее в 12.00 по GMT данные по инфляции в Германии. Важный показатель, по сути, прелюдия перед выходом индекса потребительских цен по еврозоне в целом. Этот релиз мы ожидаем в конце недели. И для нас сейчас крайне важно собраться в том, что происходит с инфляцией в еврозоне, раз уж мы так хотим увидеть скорое снижение ключевой процентной ставки. И, соответственно, чем ниже будет инфляция, чем ближе она окажется к целевому ориентиру в 2%, тем, соответственно, больше оснований будет у ЕЦБ все же согласовать до июньского заседания первое снижение на процентной ставке и смягчение национальной монетарной политики. И вот этот момент в идеале бы подловить. Мы это, собственно, уже сделали, потому что уже давно широтим европейскую валюту. Но как только на рынок придет осознание того, что ЕЦБ может занять более проактивную позицию, я практически уверен в том, что евро очень быстро перепишет многомесячные минимумы. И с текущих уровней 1,0730 легко может улететь поближе к планке 1,05. И сегодня еще состоится куча выступлений представителей американского регулятора. В 14.00 это речь Боумана и Уильямс, но я бы все-таки уделил больше внимания в 16.00 по GMT выступления Лоретте Мейстер, который является голосующим членом американского регулятора. То есть сегодня, после ее выступления, у нас будет возможность приобщиться, что ли, к мнению круга первых Джерома Пауэлла, который ответственен за фактически ту монетарную политику, которая проводится в США. И мне хотелось бы непосредственно от Лоретте Мейстер тоже получить сигнал того, что американский регулятор задумался точно после последних отчетов, которые были опубликованы за последние пару-тройку недель, о том, что с снижением ключевой процентной ставки можно повременить. И здесь я делаю акцент на то, что даже июньское заседание не является еще тем самым периодом, когда вопрос смягчения американского монетарной политики будет фактически решен. Ну а теперь по порядку. Индекс доллара 104.80. Вчера мы ждали индекс АСМ производственного сектора, и этот индекс не разочаровал. Он и стал причиной вот этого ажиотажного спроса на американскую валюту и позволил индексу доллара приблизиться к нашей долгосрочной цели, которая была выставлена на отметке 105. Я, друзья, всех вас с этим поздравляю. Те из вас, кто вместе со мной положился на фундаментальный фон и увидел достаточно основания для того, чтобы держать эти длинные позиции, мы уже рядом с профитными ориентирами. Индекс АСМ производственного сектора 50.3, рост 47.8. То есть индекс вышел в зону роста, и это значит то, что сектор, которому было больше всего вопросов в рамках американской экономики, сейчас восстанавливается очень активными темпами. И теперь промышленное производство США тоже будет вносить свой позитивный вклад в общий показатель ВВП. Вспомните, с какими данными мы закрыли 2023 год, тоже касательно американской экономики. И вспомните, что я предупреждал, что сильные показатели в четвертом квартале могут быть легко продолжены не менее сильной статистикой в рамках первого квартала. И те данные, которые мы сейчас получаем по производственному сектору, по рынку недвижимости, по сфере услуг доказывают, и по потребительской активности, конечно же, доказывают то, что американская экономика очень сильно начала первый квартал. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны есть негативные моменты. При такой силе экономики будет очень трудно обеспечить условия, при которых дальше будет устойчиво снижаться инфляционное давление. Может быть, даже уже и не будет. Последние отчеты индекса PCI, индекс расходов на личное потребление, рост с 2,5 до 2,6%. Мы разбирали эту статистику вчера, и я сделал акцент, что это данные, которые также увеличивают инфляционные риски, с которыми нужно будет считаться Федрезерву. Джоан Пауэлл на конференции в Сан-Франциско на прошлой неделе отметил, что те данные, которые сейчас публикуются, это не совсем та статистика, которую хотел видеть Федрезерву. И это как раз эти самые релизы, которые заставляют американский регулятор признать, что лучше сейчас не торопиться. Спешки нет. Мы слышали этот комментарий от нескольких представителей американского регулятора. И это как раз тезис, который говорит о том, что в рамках этого года, пусть даже если американские регуляторы согласуют снижение ставки в июне, то, может быть, он ограничится не тремя снижениями ставки, а двумя или даже одним. Ну, хотя, ладно, по количеству снижений мы с вами будем рассуждать и анализировать этот аспект еще по ходу движения этого года и приближения, опять же, к июньскому и последующему заседанию. Инструмент FED Watch Tool сейчас оценивает вероятность снижения ставки в июне в 62%, а буквально вчера она была 66%. Еще пару сильных отсчетов, например, данные по Non-Farm Perls, и думаю, что это вероятность станет еще ниже. Десятилетние трейжерейцы вчера улетели в космос, 4,3% доходности. Это тоже дополнительный фактор поддержки до курса американского доллара. И тут же переходим к золоту. 1250 долларов за тройскую унцию сейчас. Активный рост доллара и самое важное – повышение доходности американских облигаций. Золото и трейжерейцы всегда конкурируют за внимание институциональных инвесторов. И сейчас я уже сомневаюсь в том, будут ли институциональные инвесторы рисковать, залазя в перекупленное золото. Поэтому предупреждаю вас, друзья, в таких условиях в любой момент может начаться коррекция. Если вы смогли прокатиться на этом восходящем ралли, то вам стоит задуматься о фиксации уже прибыли, сделок, которые ранее были проведены. Евро против доллара 1,0730. Ждем дальнейшее снижение. Много раз уже говорили о высокой вероятности скорого смягчения европейской монетарной политики. Сегодня ждем отчет по инфляции в Германии. По прогнозам индекс потребительских цен снизится с 2,5% до 2,2%. Цель Европейского центрального банка Германии – 2%. То есть инфляция очень близка к целевому ориентиру. Зачем Европейскому центральному банку сохранять ставку высокую, когда такой прогресс в ослаблении инфляционного давления? И я надеюсь, что снижение инфляции все же приблизит нас к этому ответственному решению со стороны европейского регулятора. Британская валюта против доллара 1,2540. Ждем, соответственно, еще ниже. Тестирование поддержки 1,25. Рецессия все же повлияла на рыночное настроение в Англии. И все понимают, что на таком экономическом фоне лучше бы тоже Банку Англии поторопиться со смягчением политики. Доллар иена 151,75. До нашей цели 125 пунктов. Ждем, друзья. Да, есть опасения возможных интервенций. Я понимаю вас, если вы всерьез зацепились на этой теме. Но если бы была острая необходимость их провести сейчас, они бы уже последовали. И я думаю, что мы сможем еще выжить по максимуму с этого ралли, которое продолжается. S&P ориентиры 5500, как и раньше. Биткоин после коррекции ждем повторного разворота и движения к историческим максимумам перед халдингом. И рынок нефти почти 88 долларов за баррель. Здесь, скажем, есть фундаментальный фон, который способствует сейчас интересу к рынку нефти. Во-первых, это индексы PMI Китая. Сразу две оценки. Общий отчет PMI роста со 49,1 до 58. И оценка КАИКСИ 51,1 с 59. То есть индексы вышли в зону роста. Промышленность – это основной индикатор спроса на углеводороды. ОПЕК согласовали продление добровольного сокращения добычи до середины. Соответственно, этого года в этом квартале, во втором квартале объем нефтедобычи будет скорректирован еще на 2,17 миллиона баррелей. Это примерно столько же, сколько было сокращено в первом квартале. И также еще риск возможных санкций со стороны США против Венесуэлы. Предлагаю на этом фоне быть оптимистами и ждать бренд в районе 90 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok